И рыбку съесть, и штраф не заплатить. Наша съемочная группа поехала снимать репортаж про новые правила любительской ловли, которые вступят в силу в Чувашии с 3 июня, и про ограничения в период нереста. Однако в их планы вмешались технические неполадки и шторм. Но обо всем по порядку в материале Ольги Пырочкиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правда, действуют эти ограничения на Волге только на Куйбышевском водохранилище, то есть ниже ГЭС по течению. На Чебоксарском водохранилище рыбачить можно, как обычно. Вышло это так. Местные специалисты, которые отслеживают нерест, собирались сдвинуть сроки ограничений и послали документы в вышестоящий орган. Нижегородский государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства. Оттуда документы ушли в Московско-Огское территориальное управление Росрыболовства. В этой цепочке еще много звеньев, последний из которых – Минюст страны. Почему же ограничения в итоге не сдвинули по срокам, а не ввели вовсе, сотрудники рыбоохраны объясняют техническим сбоем. От рыбаков данный факт не скрылся. Вроде бы как есть ограничения этого самого. Но вернее, там ниже плотины, а наверху-то вроде бы нет. Николай говорит, отсутствием запрета не злоупотребляет. Но так поступают не все. Это, конечно, запасы подорвало. Потому что по подсчетам и науки, и по нашим подсчетам, вылов любителей и промышленного ровоса примерно одинаков. И самое главное здесь не в том плане, что они ловили, а в том плане, что они ловили производителей. Понимаете? Производителей, которые еще практически не отнерестились, и которые могли отнереститься и дать потомство. Чтобы спасти ситуацию, по Волге установили больше нерестилищ, чем планировали. Это специальные зоны, где рыбе удобно откладывать икру. И это сработало. В этом году нерест прошел очень дружно. Этот год урожайный, можно однозначно сказать. По результатам обследования нерестилища искусственных, на нерестилищах отложено 56 миллионов штук икринок. Из них 1% окуня, 29% леща и 70% плотвы. Так как на Куйбышевском водохранилище ограничения все же действуют, то мы с инспекторами продолжаем искать нарушителей. Когда штиль, ну рыбаки все равно выходят. Приезжают на резинки рыбачить, там может еще на удочке, а сейчас даже никого не видать. Подъезжаем, бывает, проверяем, смотрим, на что рыбачат, как рыбачат. Вот-вот, впереди. Николай оказывается законопослушным рыбаком, для которого это хобби и лучший отдых. Вот такая рыба. Коньки, сорожка, плотва. Ну ее на засовочку. Ну, кто как употребляет ее. Я вот, сядем мы с женой, с детьми, все почистили. Ну, они едят, едят. Мы чистим, как бы сказать, пока не умеют. Ну, а так, очень люблю рыбу. Мы отправляемся дальше, однако в наши планы вмешиваются технические неполадки. Мы хотели поймать кого-нибудь из браконьеров. Пока никого не поймали, но зато успели заглохнуть. Где-то между Новочебоксарском и Марпосадом. Поэтому, когда съемочная группа вернется и когда выйдет материал, к сожалению, неизвестно. Мотор лодки наши инспекторы починили. Однако продолжить рейд оказалось невозможно. Именно в этот день по центральным регионам России, включая Чувашию, пронесся шторм. А что касается правил ловли, то скоро они станут одинаковыми для реки по обе стороны от ГЭС. Уже с 3 июня в силу вступят новые правила вылова для всего Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Суммарный вес 5 килограмм не более в сутки должен поймать любитель. Мы считаем, как говорится, то, что это очень хорошая мера, которая дает нам, как говорится, и рыбе, как говорится, возможно все-таки больше оставаться и размножаться. Говорят, даже самый плохой день на рыбалке лучше хорошего дня на работе. Так что мужская половина нашей съемочной группы желает вам клево и не жадничать. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Алексей Сусликов. Республика.